Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши и Кшара. Сегодня в программе «Вовлечение молодых людей в развитие государства. Важная задача. Традиционная встреча президента с молодежью». Поддержка бизнес-проектов на селе, повышение ежемесячного пособия, нуждающимся и другие спецпроекты. Репортаж заседания правительства. Праздник нам приходит. Страна готовится к встрече Нового года. Вовлечение молодых людей в развитие государства – важная задача для страны. Но для этого нужно создать необходимые условия, заявил президент Рауль Хаджимба на встрече с молодежью республики. Мероприятие прошло в формате диалога, в ходе которого глава государства ответил на многочисленные вопросы. Репортаж Елены Лолова. Пообщаться с президентом пришли активисты различных молодежных организаций Абхазии. В своем приветственном слове Рауль Хаджимба отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы молодежь активно включалась во все процессы, происходящие в стране. «Многое из обещанного пока выполнить не удалось», – сказал глава государства. «Это связано в том числе и со сложными процессами, происходящими в мире. Впереди много проблем, которые нужно решать всем вместе», – подчеркнул Рауль Хаджимба. «Я очень верю в то, что время политиков нашего времени, нашего возраста, хотим мы этого или не хотим, оно уходит. И на новую стезю, на новую политическую дорогу должны выходить молодые. Многое из того, что мы заявляли, не удалось сделать в этом году, но это не означает, что мы сбились с пути. Есть определенные процессы, которые складываются и как внутри страны, так и за ее пределами. Все, что происходит сегодня в мире, не может не сказаться на нашей с вами обстановке». Актуальные вопросы, откровенные ответы в таком формате проходила встреча. Больше всего, как оказалось, молодых людей интересовали проблемы демографии, вопросы жилья молодым семьям. «Буквально собирались недавно и говорили о том, чтобы и по городу были бы созданы условия для того, чтобы в последующие годы началось бы строительство и распределение квартир, которые сегодня не задействованы. Мы проверяли, занимался этим вице-президент вместе с прокуратурой. Более ста единиц, которые найдены были за короткий промежуток времени. И они, и эти квартиры, и дома, которые сегодня практически стоят пустые, будут задействованы для того, чтобы люди получили такие возможности». Спросили у президента и о том, как он относится к запрету абортов, активно обсуждаемому в обществе. «Если мы говорим о демографической ситуации, о необходимости поддержки семьи, роста семьи, то, значит, мы должны поставить и вопросы поддержки со стороны государства. Мы сегодня говорим о необходимости решить эту задачу таким образом. К следующему году мы попытаемся начать создавать соответствующие резервы, которые позволят нам хотя бы в пределах 50 тысяч зародившегося ребенка». Аляс Авитсба, председатель Госкомитета по молодежной политике, подытожил работу за год. К примеру, было запланировано 35 мероприятий, проведено 80. В числе успешных проектов комитета – летние лагеря отдыха в Ауатхаре и Кадорском ущелье, а также патриотическая акция «Дорогами героев». Комитет не ограничивает свою деятельность только акциями. В этом году он оказал помощь многодетным молодым семьям. На встрече отмечалось, что нужен системный подход и программа, а также большие вложения в молодежную политику. «Вы, комитет, предложите, давайте мы сядем, продумаем, где и в каком направлении нам стоит проявить себя, где нужна будет государственная поддержка. Молодежь должна быть вовлечена во многие процессы, я не просто говорю это. Есть вопросы политики, экономики, патриотического воспитания. Давайте говорить, как это правильно выстроить, как это сделать». Прокомментировал глава государства и актуальную тему продажи недвижимости иностранным гражданам. «Что касается, я еще раз говорю, недвижимости в виде квартир и других каких-то объектов, эта тема достаточно щепетильная. Надо прорабатывать многие аспекты, нужно создавать соответствующие механизмы, чтобы это не было повальным. Вот тогда у нас многое, что получится. В мире это практикуется и делается. Нам нужно что-то перенимать хорошее и для себя тоже». Развитие экономики и сельского хозяйства, трудоустройство и возможность участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса, темы которой также интересовали молодежь. Учащиеся посетовали на отсутствие студенческого общежития. Глава государства ответил, что денег на строительство общежития пока нет, но при этом обещал разобраться, почему в вечернее время не ходит транспорт из АГУ. В заключении Рауль Хаджимба пообещал продолжить встречи в подобном формате. Завтра состоится рабочий визит в Абхазию помощника президента России Владислава Суркова. В ходе визита запланированы встречи с президентом Раулем Хаджимба, спикером Народного собрания Валерием Бганба и премьер-министром Артуром Микваби, сообщает пресс-служба президента. В повестке визита обсуждение вопроса двустороннего сотрудничества по реализации договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Утверждение целевой программы для поддержания малого и среднего предпринимательства на 2016 год в установлении ежемесячного пособия гражданам, нуждающимся в социальной помощи и защите. Все это обсудили сегодня на заседании члены правительства. Кроме того, министры приняли ряд постановлений по земельным вопросам. Репортаж Налы Мукба. Хорошая новость для крестьян. Правительство поддержало целевую программу развития малого и среднего предпринимательства. Речь, в частности, идет о выдаче кредитов в 2016 году. При этом приоритетным будет сельскохозяйственный сектор экономики. На реализацию данной программы, проект бюджета, который уже в первом чтении принят парламентом, заложено 300 миллионов рублей. Торговля в рамках данной программы поддерживаться не будет. В дополнение хочу сказать, что данная программа согласована с Национальным банком в Республике Абхазия. И часть средств, заложенных в данной программе, пойдет на реализацию совместных мероприятий с Банком Абхазии. Тем самым планируется увеличить количество объектов малого и среднего бизнеса и рабочие места. Премьер-министр отметил, что в процесс выдачи кредитов необходимо подключить банки, чтобы они брали на себя часть ответственности. Речь зашла и о механизме возврата кредитов. При выдаче денег обязательным условием должны стать гарантией по своевременной выплате процентов и суммы кредита. Эти деньги принадлежат налогоплательщикам и государствам. Вы должны с вами идти в инвестиционное использование. Члены правительства также утвердили лесосечный фонд и лесовосстановительные работы в стране за 2015 год. Лесное хозяйство страны внесло всего 18 миллионов рублей в бюджет в виде налогов. Что, по словам Артура Миквабия, крайне мало с учетом объема реализованной продукции. Поэтому в ближайшее время по заданию премьер-министра в этой организации пройдет проверка. Ранее часть произведенной в Абхазии продукции нельзя было вывозить в Россию. В ближайшее время этот запрет будет снят. Такое решение было принято на межправкомиссии Абхазии и России. В нашей стране вопросами выдачи сертификатов занимается госстандарт. После подписания межправочного соглашения между нашими ведомствами будет создана консультационная группа, которая будет также заниматься разработкой нормативно проводок документации, которая будет приниматься внутренне. Граждане республики, нуждающиеся в социальной поддержке и получавшие продовольственную помощь от международных и гуманитарных организаций, согласно принятому решению правительства, с января нового года будут получать от государства ежемесячно по 1 тысяче рублей на человека. Также с января 2016 года в Абхазии вступает в силу еще один закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 10%. Около ста наименований продукции не попадет под действие закона. Это мясная и молочная продукции, медикаменты, овощи, мука и крупы, а также товары для детей. При этом министры приняли решение не облагать налогом товары, полученные от России, в качестве помощи в виде строительных материалов. Это судно, на самом деле, это, ну, тут положим, у нас на 7 миллиардов мы выпускаем, должны построить. Для этого должны завести песок, гравит, равно не то, что здесь производят. Вот это не облагает. Мне говорят, что если мы вам деньги даем, мы еще хотим обложить. Это не хочет из-за этого, но это правильно. В ходе реализации данного постановления перечень товаров, облагающихся НДС по новой ставке, может быть пересмотрен. На заседании правительства также было принято решение о предоставлении права на использование земель в Ачимчирском районе для добычи термальных вод и выращивания сельскохозяйственной продукции. При этом, по словам главы правительства, соответствующие службы должны строго следить, чтобы работы на этих объектах соответствовали экологическим стандартам качества. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гостью передачи «Открытый вопрос» депутаты парламента Сергей Шамбе и Алмаз Джапуа, председатель партии Айнарт Ингиз Джапуа и заместитель председателя партии Эра Гиви Габни. Речь в прямом эфире пойдет о возможности продажи недвижимости иностранцам. Прямой эфир начнется сразу после новостей. Три месяца назад в селе Челоус сгорел дом, в котором проживала семья Кварчия, три сестры и сироты. Все это время они ютились у родственников. Своими силами построить дом девушки не могли. Сестры обратились за помощью к администрации села и к руководству района. Глава администрации Чимчирского района Хребсджопуа не остался безучастным к беде семьи Кварчия. Из районного бюджета было выделено 320 тысяч рублей. И вот в канун Нового года погорельцы смогли въехать в новый сборный дом, который стоит на месте сгоревшего. Сейчас изыскивается возможность обеспечить комнаты необходимой мебелью. Но главное, теперь у сестер есть крыша над головой. Сегодня в 11-ю Сухумскую школу пришли представители союза десантников Абхазии. Они посетили класс, названный именем боевого товарища Гиви Адлиба, ушедшего из жизни в этом году и преподнесли детям новогодние подарки. В 11-й школе столицы именами героев погибших во время Отечественной войны народа Абхазии названы несколько классов. В эту школу часто приходят ветераны, беседуют с детьми, проводят уроки мужества. Совсем недавно еще один класс школы, а именно 7-й А, был назван именем кавалера ордена Леона Гиви Родионовича Адлиба. Гиви Адлиба был человеком, ставившим интересы Родины превыше всего. Именно благодаря ему во время войны появился союз десантников Абхазии. Гиви Родионович как раз был первым командиром кавалерийского отряда, первым кавалерийцем нашего города. И вот сегодня нас мало осталось, из 1200 человек 740 только осталось. И мы смотрим на наших детей, на наше будущее, что имя нашего Гиви, оно у вас в классе, у вас в ваших сердцах. Потому что имя Гиви у наших душевших сердцах будет, пока мы жили. А потом, если это важно, и вы будете продолжать своими деяниями, какими? Учебой. Поздравить детей с наступающим Новым годом в школу пришли бывшие однополчане Гиви Адлиба и члены его семьи. Здесь их тепло встретили успевшие уже стать родными ученики 7-го А-класса. Дети рассказали стихи и поздравили с наступающим праздником гостей. О Гиви Адлиба здесь говорили как о человеке необычайно сильным духом. Те, кто с ним стоял рядом в тяжелые для Абхазии времена, вспоминают его как настоящего патриота. Хочу выразить огромную благодарность руководству школы, учителям, особенно детям, которые сегодня нас поздравили, которые носят имя нашего славного командира, нашего брата Гиви Родионыча Адлиба. Хотим сказать вам, чтобы Новый год, наступающий Новый год, чтобы он принес вам всем, в домах вам радость, счастье, чтобы вы никогда не испытывали, не видели то, что пережили все близкие Гиви Родионыча Адлиба. Гиви Родионыча Адлиба любил часто приходить в эту школу. Он подолгу беседовал с детьми, ведь для него воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма было главной целью. И символично, что этот класс назван его именем. Царе Смуртибург Гохи, Абхазское телевидение. Необычный новогодний подарок жителям Абхазии подготовила компания «Премиум», которая является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания и напитков на рынке Абхазии. На какой именно подарок смотрите в репортаже наших корреспондентов. Мне понравились эти машины. Я хочу, чтобы они и к нам приехали. Красные светящиеся грузовички. Всем знакомая песня «Праздник нам приходит» у главной елки Сухума на площади Свободы. Новогодний караван прибыл и в Абхазию. Новый год – праздник, который ждут и маленькие дети, и взрослые. Ведь именно на Новый год все ждут волшебства. И для многих самым верным признаком наступающих новогодних праздников является песенка «Праздник нам приходит». А благодаря компании «Премиум» волшебство пришло и в Абхазию. Вот уже второй год компания «Премиум» приглашает в республику своих партнеров Кока-Кола, чтобы жители республики смогли своими глазами увидеть легендарные новогодние машины, украшенные яркими лампочками, которые вызывают бурные эмоции и улыбки умиления даже у взрослых. Все дети, как вы видите, реагируют очень интересно, рассказывают стихи. И нам очень важно, чтобы этот праздник был хорошо воспринят всеми жителями Абхазии. Компания «Премиум» всех поздравляет с наступающим Новым годом. Желаем всего самого наилучшего, самого главного мирного неба над головой, здоровья и всем хорошего настроения. У новогодней елки Деда Мороза и его помощники всем детям раздавали натуральные стоки и сладости от компании «Премиум». А тем, кто читал стихи, дарили подарки. Всем спасибо, говорю, особенно Деду Морозу, за все подарки, за все мои 9 лет. Спасибо, что организовали такую акцию, дети обрадовались, случайно узнали, слышали. Спасибо большое, наступающим Новым годом. Новогодний караван заехал в Абхазию до 6 декабря. Машины с Дедом Морозом и его помощниками проехали по Гагри-Гудауте, где присоединялись к городским празднованиям и одаривали веселящуюся Дедвору подарками. Днем в столице, перед тем, как присоединиться к городскому празднику, компания «Премиум» также организовала поздравления в офисах своих постоянных клиентов. Я рассказала стихом, мне дали этот мяч. Спасибо большое. Я поздравляю всех с Новым годом. И спасибо и Кока-Кола, и компании «Премиум» за эту прекрасную акцию. Новогодний караван вызывал неподдельные эмоции. На фоне ярких машин сфотографироваться хотели и дети, и взрослые. В компании «Премиум» отмечают, что, осуществляя данный проект, они хотели создать праздничное настроение у жителей республики. Компания «Премиум» уже 9 лет на рынке Абхазии. Является одним из крупнейших компаний по величине налоговых отчислений в государственный бюджет. Основной вид деятельности – оптовые продажи продуктов питания, молочной продукции, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, детского питания, алкогольной продукции и табачных изделий. «Премиум» является эксклюзивным дистрибьютором ряда известных производителей Абхазии, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Амра Амич Бартур, Голландия, Абхазская телевидение. В преддверии праздника не обошлось без неприятных сюрпризов. В шеевых одни во дворе Сухумской городской больницы у неврологического отделения неизвестные срезали ель. Сотрудники и пациенты больницы очень расстроились, узнав о случившемся. Ведь елка росла здесь уже 6 лет, радуя глаз. И каждый год ее наряжали к празднику. К Новому году столичная администрация подготовила ряд праздничных мероприятий. Вот лишь некоторые из них. 29 декабря с 15 до 17 часов в районе Синопо состоится детская интерактивная постановка с участием Деда Мороза, раздачей новогодних колпаков. 29, 30, 31 декабря с 14 до 17 часов на площади свободы у главной елки интерактив с ростовыми куклами. Там же у главной елки 30 декабря с 13 до 17 часов учащиеся школу Сухума покажут творческие номера. 29 декабря в 14 часов у главной елки выступление вокально-инструментального ансамбля «Каданс» фольклорного ансамбля «Анана». А в новогоднюю ночь с часу ночью вас ждет праздничное мероприятие с участием звезд абхазской эстрады, хореографическое шоу-группа из Сочи «Огненное шоу». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается пасмурная погода, местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 4,6, днем 10-12 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин